Всем привет! И вот принесли наконец-то нашу машинку мою. Ребята все сами делают, я тут все убрала. Какая у нас кухня большая, посмотрите. Представляете? Такая огромная. Ну этот тоже мы выбросим. И выбросим этот диван. Смотрите, какой у вас. У меня вот такая вот у меня будет духовка. Вот там мальчик работает с холодильником. Сейчас вот. Такие вот дела. Привет! Боже мой, какое счастье-то оказывается, когда ты не моешь сама посуду каждый день. А вы знаете сами, когда я готовлю, у нас только посуда идет на двоих. Каждые там тарелочки, маленькие закусочки, салатики, малатики, все. Вот и моя кухня. Посмотрите, вот моя духовка. Я сегодня приготовила даже здесь. Хотела попробовать как и что. Вот осталось у меня чуть-чуть. Вот смотрите, такая капустка цветная, с фаршем. Все сделала на глаз. Туда нарезала лук. Ну, отварила капусту заранее. Морковку не отваривала. Чуть-чуть водички, специи. И вот приготовила в моей духовочке вкуснятину. Знаете что, посмотрите, так она включается. Подсветка идет. Так, это первое. Ну, поставили мы ее пока сюда. Машинку мы тоже в будущем поменяем с Ашкымом. Так, вот мой холодильник, друзья мои. Посмотрите, какой он огромный. Какое счастье. Счастье в чем? Вот мой старый холодильничек. Вот сейчас он у меня размораживается. Я его почищу. И завтра, послезавтра за ним приедут и заберут. Посмотрите, какая огромная у меня кухня. Мы убрали отсюда этот диван. И какая огромная кухня. Прямо хоть футбол. И сразу как пусто. Посмотрите, ничего лишнего нету. Но это все я потом приведу в порядок. Вот моя машиночка. И мы сейчас уже загрузили полную машину. И стираю я там белье, хотела сказать. Мою посуду. Ну, вот это тоже мы поменяем со временем. Ну, мы так сделали защиту. Вот побоялась я испортить нашу машиночку. Работает родная моя, работает помощница. Вот такие вот дела. И вот холодильник, я что, было. Знаете, что, когда этот маленький холодильник, он все было у нас заполнено. А здесь не так уж заполнено все. Но постепенно, постепенно нам это хватает. Мне кажется, тоже полно всего. Мы закупки делаем каждую неделю, в принципе. Смотря чего. Ну, вот вчерашка на базаре у меня было кое-что там. Цветная капуста, такая капуста. В общем, зелень я потом это сложу. В газетку заверну, так она лучше сохраняется. Ну, вот столько отделов. Так здорово. Тесто у меня готовое. Сейчас я иду раз так, когда хачапури хочу. И сразу маслица. Вот он принес сегодня сыр взял. Такое вот масло. Ну, видите, какой у нас холодильничек-то классный. Ой, супер вообще. Морозилки тоже надо сейчас нам. У нас там немного чего было. Надо тоже закупить. Ну, в общем, вот такие вот дела. Такая стала моя кухня. И вы знаете, что я хочу? Я хочу сюда вот завтра, когда мы, значит, этот заберут холодильник, мы хотим с мужем потом вот для духовки и для микроволновки такой шкаф вот здесь вот, наверное, поставлю я. Или здесь, или холодильник здесь поставлю. Но потом посмотрим. Чтобы все это было на этой стороне, уберем отсюда вам. И вот переставим сюда стол с балкона, чтобы кухня была похожа на кухню. Ну, потом мы поменяем, конечно. Я так подумала, что лучше угловой взять. Диванчик такой. В общем, вот такая вот у меня огромная кухня. И уже мой холодильничек работает. Мои хорошие, ну как я смотрюсь на фоне своим новым холодильником? Ну, я такая счастливая. Счастливая чем? Ну, когда что-то новое приобретаешь, всегда же радуется человек, да? Очень мне приятно, что наконец-то, наконец-то вот так вот мой муж меня обрадовал. Этот год начался для меня хорошо. Еще эта поездка на передачу. Потом я все, не могу вам больше говорить. Простите меня, нельзя мне показать, чтобы я не разозлила их, и они не отказали мне за разглашение тайны. Так вот, я хочу сказать и порадоваться, что Баба Джим, представляете, у меня в скорой день рождения будет 8 февраля. И вот он сделал заранее подарок, купил мне в подарок посудомоечную машинку. Представляете, она около 2650, что ли, стоила эта машинка. Вот такой подарок у меня от моего Баба Дима. А остальное все мой муж купил, естественно. Ну, что я могу сказать, что я очень ценю своих родителей. И мама сегодня звонила, спрашивала, как, что. И отец ту раз позвонил, спросил, как, что. Почему мы купили Бэйку, я хочу вам сказать сейчас. Почему? Потому что, может, мне она тоже не нравится, эта фирма. Может, я хотела что-то другое. Но я это все сделала из-за уважения к родителям. Почему? Потому что отец очень переживал, что он хотел нам помочь как-то сэкономить деньги. А так как он человек такой известный, но его многие очень знают в городе Версине, поэтому он имеет много знакомых. И вот он все время говорил, вот он часто сам покупает технику, там у этих знакомых. Он говорит, поехали, поехали. Мы не могли отказать, потому что обиделись быть. Ну, зачем нужно быть за этой технике, ссориться с родителями. И вот мы поехали туда. И вот когда я посмотрела, как он разговаривал, мы сами видели видео с этим директором этого магазина, как меня хвалил мой муж сейчас, сказал, что вот он такая местка, уважительная, и нас любит, и это. Вот так вот он мне сейчас осплетничал немножко, сказал, он тебя очень любит. Вы знаете, что даже сказал, что, говорит, как он, как ты его целуешь, ни одной женщине он бы это не позволил. Тем более невестке, моей бывшей жене, говорит, турчанка была, она даже, говорит, на него не могла глаза посмотреть. А я его, знаете, что когда вижу, целую, вы сами видите, и обнимаю, и целую. Но все это, как говорится, полюби большой, не то, что так, просто как аферистка или что. То, действительно, он хороший человек, улыбается мне. А я даже спросила, а почему, говорю, я не видела, чтобы ты в заловке его целовали. О, у нас нельзя такое. То, что ты, говорит, иностранка, и такая вот теплая, он не может отказать тебе в этом. Поэтому как-то улыбается и идет тебе навстречу. То есть, а сам с другими быть дочерьми и с другой невесткой он бы это не позволил. Я говорю, ну, спасибо Богу, что он понимает меня и не злится, не обижается. И вот, что я хотела сказать. Мы, когда поехали, значит, да, и он уже договорился с этим другом в этом магазине, что так и так мы у него купим продукцию марки Beppo. И не могла я сказать, нет, я не хочу. Я могла бы, допустим, сказать, я не хочу, я хочу, допустим, Индезит, Сименс, LG и туда-сюда. Ну, какая разница марка? Я так подумала, взвесила все и думаю, зачем ссориться? Скажите, пожалуйста, когда рабочий, молодильник там, допустим, из-за таких мелочей ссориться с семьей и настраивать мужа против родителей. Зачем это надо? Даже я сказала им, когда они сказали, и цена получилась, Борбан, очень немалая сумма, даже после скидок, мой баба Джин спросил меня, ну что? Я говорю, знаете, что как мой муж скажет, так и будет, в принципе. Как он решит, так и будет, потому что ему же надо платить все это. Я, допустим, выбрала, да, но если он не может, пускай другое что-нибудь подешевле купит. И вот это ему понравилось. То есть они меня всегда проверяют, оказывается. Вот сейчас мне этот муж на вторые сутки все это рассказал, секрет. А я же там не слышу, я же снимаю. Он говорит, ты снимаешь, не видишь, никого не слышишь. А он и тебя хвалил, говорит, там. И говорит, вот все это сделал ради тебя. Поэтому я говорю вам, если вы, девочки, девушки, женщины, если вы хотите выйти замуж за иностранца, и вы понимаете, как у вас изменится жизнь, там у каждого свои менталитеты, в каждой стране, в каждой нации, в каждой вере. Мне кажется, нужно уважать и быть покладистой. То есть вы, если будете упрямиться, вы потеряете очень много. Самое главное – это отношение к мужу и отношение к родителям. Понимаете? Ну, мне, Богу, спасибо, что у меня такие родители. Мне повезло и с мужем, и с родителями повезло очень сильно. Но не надо капризничать, не надо быть упрямой. Можно все решить по-хорошему. Понимаете? Я не то, что там погладистая во всем, но мой муж меня очень сильно поддерживает, мой муж меня понимает и всегда на моей стороне. И он, вот, оказывается, говорит, вот ей на кухне, поэтому она уж какое хочет, такое пускай выбирает. Она за этим всем будет смотреть и это все будет использовать. И поэтому через мое такое теплое отношение и чисто сердечное я выигрываю в жизни очень много. Поэтому всем советую, если вы любите своего мужа, полюбите его семью. И вам это бумерангом все вернется. Потому что у многих у нас за спиной остались семьи, детки, внуки. И им от этого будет хорошо, если вы будете счастливы, если вы будете здоровы, если вы будете улыбаться, если у вас будет всегда хорошее настроение, позитивное настроение. Это дает очень много энергии для развития, для жизни. Понимаете, когда человек встает с плохим настроением, отдам подальше. Контролируйте себя, работайте над собой обязательно. У меня тоже, может быть, бывает не все так гладко, не все так хорошо, как бы я хотела. Но знаете, что я так вот в один момент останавливаюсь и быстро переключаюсь, что все. Все будет хорошо, не надо отчаиваться. Так что на этом буду заканчивать свое видео. Такое маленькое, короткое, а столько я болтала, оказывается. Так вот, всем пока-пока. С вами была Светлана Та. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И знайте, какая у меня просьба. Включайте колокольчик. Я посмотрела сейчас, у многих ютуберов. Именно акцентрируют на это внимание. Чтобы получать от меня уведомления о моих новых видео. Вот рядом. Вот здесь, наверное. Будет колокольчик. Нажмите на него, на все уведомления. И будете получать сообщения о моем новом видео. Не пропускайте меня. Смотрите. Всем пока-пока. С вами была Светлана Та.